За повышенной вильготности поветра и дождю у Гомеля отбылось 17 фактов короткого замыкания контактной троллейбусной сетки. У нож с 23 на 24 студеня гомельчане стали светками успышек и искров на проводах. Як высветлилася причина у несправности спрашковых изоляторов, конструктивных элементов троллейбусной линии, які изолюют контактный провод от подвесного тросу. В нюансах надзвычайных ударений разбирались наши корреспонденты. Об причинах и обставинах таких фейерверков стало вядомо только сегодня. Это не шкода інших особ. Это факт несправности элементов контактной троллейбусной сетки. На які повплывала великотная надворья. С початку мороза, а затем и дожжоу не вытрымали такие изоляторы. Здесь мы видим пряжковый изолятор. В данной ситуации на поверхности изолятора скопилось большое количество влаги. Здесь у нас только ведущая часть контактной сети, здесь не только ведущая. По влаге, по поверхности изолятора произошел электрический пробой. Изолятор пробило электрическим током. В результате чего произошло короткое замыкание контактного провода на трос. Такие искры и успышки были башты на некольких улицах областного центра. Виды стали активно обярковывать корыстальники интернета. Як поведомили у предприемстве «Гарэлектротранспорт», у сего было 17 фактов короткого замыкания. Они произошли на центральных улицах города Гомеля. Это улица Советская, улица Интернациональная, улица Фрунзе и проспект Ленина. Для устранения аварийной ситуации были задействованы две бригады электромонтеров контактной сети. Замыкание контактной сети троллейбуса связано с неблагоприятными погодными условиями и с качеством применяемых изоляторов на контактной сети троллейбуса. В данный момент мы проводим обследование контактной сети троллейбуса на центральных улицах. Выявляем некачественные изоляции и будем их менять. Некоторые связались с этими фактами отключения электроэнергии у 18-19 микрорайона Гомеля, которые отбылся на передо дни вечера. С початку же хорошим от поверховок позбавились от светла о 17-й године, потом после 21-й. Аварийная бригада справилась с обновленными работами у максимально степлый час. Как поведомили у РУП Гомеля Нерга, за повышенной велиготности пробила изоляцию высоковольтного подземного кабеля. Мы приносим извинения нашим потребителям за то, что электроэнергия у них отсутствовала некоторое время. Ну, на жизнеобеспечение города в целом, коммунально-бытовых потребителей, конечно, да, а потребителей жизнеобеспечения в данном месте нет, и они, собственно говоря, не заметили отключения электроэнергии. До речи на двор я выпробовываю, натрывалась электричная сетка. На завтра по Гомельской области объявлено штормовое попереджение. Синоптики обещают мокрый снег, мятели и взмазнение ветра до 15-20 метров за секунду. У особных районах – до 23. У Гомель худкость ветру будет досягать от знаку 20 метров за секунду. У другой полови дня областный центр накрые мятелица. МНС попередживает людей выбирать беспечные маршруты руху. Александр Гамуля, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель».